здравствуйте сегодня мы будем работать гуашью будем рисовать волшебное дерево с птичками сердечками без наброска сначала гуашью наносим белую белую краску и добавляем еще синие точками берем самую широкую кисть и размазываем по кругу так что в центре осталось белое пятно если гуашь немножко густоватая вот как у меня добавьте капельку водички или заранее размешайте с водой на палитре если вам недостаточно белого цвета в этом фоне добавьте еще белых пятнышек и опять же еще разочек размажьте широкой кисточкой тогда получится более светлый фон серединка это у нас как бы диск луны на фоне которого будут видны две птички поэтому обязательно нужно оставить вот такой вот кусочек незакрашенный семью ну ну Фон готов, теперь мы приступим к рисованию дерева. Надо сделать так, чтобы одна из самых нижних веток проходила как раз под вот этим белым кругом, поэтому мы набрасываем сначала ствол, ствол рисуем черной гуашью, можно коричневую конечно попробовать, и вот самую нужную ветку, на которой будут сидеть птички, надо нарисовать так, чтобы эта ветка проходила под круглым диском. На каждой веточке нужно нарисовать завиточек, завиточек, на котором будет потом висеть сердечко, цветочек, что мы там придумаем. Но у нас дерево сказочное, и ветки должны быть такие кудрявые, не острые. Вот примерно такая основа, потом от каждой ветки вниз еще крючочек небольшой, на который мы тоже повесим сердечко. Субтитры создавал DimaTorzok Ствол можно еще немножко высветлить, высветлить, добавив белой краски, прямо макнув белую гуашь, чистя кисточкой, и так слегка высветлить вот эту часть, которая обращена к белому диску. Очень внимательно нужно нарисовать птичек, и очень аккуратно. Потому что без наброска и сразу кисточкой размечаю ножку, и на ножке надо нарисовать капельку. Вот просто обычную капельку. Хвостик смотрит в сторону дерева. Это у нас большая птичка, символизирующая мужскую половину. Просто капельку и клювик. Вот такая вот просто птичка получается. И с другой стороны у нас еще одна капелька, чуть поменьше, поизящней. Хвостик можно немножко загнутый нарисовать. И эта капелька тоже на ножке. Не забудьте клювик нарисовать, чтобы они прям смотрели друг на друга клювиками. Размечаем веточки. Где будут висеть сердечки и цветочки. Белый гуашью рисуем нити такие, подвески, на которых будут висеть сердечки. На всех крючочках, вот этих завитушечках. Вот они, наши сердечки тут будут располагаться. Красной гуашью. Прям густо взятой красной гуашью. Рисуем сердечки, цветочки. Что больше нравится? Можно только сердечки. Только цветочки. А вот эти два нижних сердечка под птичками. Сделайте побольше, поярче. Чтобы они выделялись, отличались от всех остальных сердечек. Теперь мы удаляем малярный скотч. Правда, у меня почему-то скотч вместе с бумагой оторвался. Но все равно хорошо получилось. Получается вот такая естественная рамочка, что очень украшает нашу открытку. И придает ей такой законченный вид. Можно, конечно, если вы забыли скотч приклеить заранее, просто украсить каким-то декоративным скотчем. Можно поместить открытку в рамочку. И прям в рамочке подарить. Желаю всем творческих успехов, любви и всего самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова